От Рождества Христова до праздника Крещения каждый год есть замечательные 12 дней, которые называются святками. В это время издавна у восточных славян сложилась добрая традиция. Молодёжь собиралась, чтобы веселиться, кататься на санках и, конечно, калядовать со звездой и петь калядные песни. Времена изменились, но традиции остались. Быть может, сегодня святки не празднуют с таким размахом, да этот год привнёс свои изменения. Но люди всё равно ходят в гости друг к другу, поздравляют с рождественскими праздниками и, конечно же, поют. С изумительными рождественскими калядными песнопениями в гости к сотрудникам Российского Центра Науки и Культуры пришли солисты Большого Хора Воскресенского Собора города Бреста. Мелодичные и певучие калядки на русском, украинском и белорусском языках зазвучали в исполнении настоящих профессионалов. Господь Бог прелечный, мы не дороги всё, Спрои святое, длины, я снях положи всё. Рождественские калядки занимают немалую часть репертуара нашего хора. Мы разучили много калядок, потому что существует много фестивалей, в это время проходит много концертов, богослужений. Поэтому мы к этому празднику готовы. Калядок много, как я уже сказала. Они поются на русском языке, на украинском, есть калядки на польском и на белорусском, конечно, тоже. Наверное, никто не исполнит калядное песнопение так, как это могут сделать участники церковных хоров. По-музыкальному точно, на несколько голосов и в то же время нежно и душевно. От этого простые народные песни превращаются в настоящее произведение искусства. Это мероприятие мы проводим сегодня, наверное, с неким опозданием, потому что оно приурочено, конечно, к Рождеству, к православному Рождеству. Но, тем не менее, накануне многочисленных праздников, которые нас ждут ещё в январе. Это и Старый Новый год, это и Крещение. Поэтому я думаю, что мы не опоздали. На самом деле, праздник получится светлым, ярким, добавив всем нам настроения и замечательных впечатлений. А когда ко взрослым присоединяются дети, то праздник получается эмоциональным, радостным и по-настоящему тёплым. Ведь именно дети с их неподдельной искренностью и душевной чистотой способны почувствовать атмосферу самого светлого православного праздника и оценить красоту рождественских калядок.